Каждому из нас хочется быть заметным, самый крупный или самый высокий, самый быстрый или самый прыгучий. Признайтесь, вы бы не отказались стать самым самым и получить заслуженную похвалу. А вот быть самым маленьким – сомнительное достижение. Кто вспомнит крошечную ржавую кошку, когда у нее в дальних родственниках есть тигры, львы и гепарды? А кто поддержит разговор, если там прозвучат загадочные слова «мармозетка», «тамарин» или «игрунка»? Думаете, это экзотические фрукты, древенские ругательства? А вот и нет. Предлагаю мальчишкам и девчонкам познакомиться с самыми маленькими зверятами, населяющими нашу планету. Мал да удал, можно сказать про этих животных, и это справедливо. Маленький размер тела делает их незаметными и позволяет укрыться от хищника, юркнув в крохотную щелку. Оселятся они и растят потомства в самых укромных уголках, о которых даже не подозревают крупные и опасные хищные звери. А начнем мы увлекательную экскурсию в мир малюток с феника. Эта крохотная лисичка весит всего полтора килограмма, минимум в два раза меньше, чем домашний кот. Ухо у феника размером с ладошку взрослого человека и, пожалуй, больше головы зверька. А зачем же фенику такие большие уши? Не только для того, чтобы улавливать все шорохи, слышать приближение крупного хищника или передвижение насекомых, которыми не профи, чтобы лакомиться маленькая лисичка. Большие уши помогают фенику охлаждать тело в дневную жару. Ведь эти чудесные создания проживают в одном из самых жарких мест на Земле – в пустыне Сахара. А еще у феника есть чудесные тапочки. Подушечки на его лапках покрыты густой шерстью, так что зверек может бегать по раскаленному песку и не обжигаться. Все мы знаем благородных лесных и северных оленей. А кто из вас похвастается, что знает о существовании мышиного оленя? Точнее, даже не оленя, аленка. Так ученые называют семейство маленьких животных с копытами. Олень-малютка – ростом с молодого некрупного кота. Вес около двух килограммов. А ножки у оленка тоненькие, как карандаши. Рожек у мышиного оленя нет. Зато есть клыки, которыми можно разорвать плотную кожуру фруктов или укусить за бочок соперника. А еще олень-малютка неплохо карабкается по деревьям. Можете представить себе оленя, заинтересованно выглядывающего из дупла дерева. А вот жители Индонезии могут. Что общего у мышиного оленя и лисицы? Индонезийцы считают этого зверька большим хитрецом. То медведя обманет, то тигра. А в одной сказке он даже обвел вокруг пальца 150 голодных крокодилов. Так что в индонезийском фольклоре мышиный олень – такой же хитрый персонаж, как лисица в русских народных сказках. Интересно, а если бы эти два хитреца повстречались на неведомых дорожках? Кто бы кого перехитрил? У следующего зверька нежное и доброе имя – Ласка. Однако кровожадный нрав и отменный аппетит. Ласка – грозный хищник, способный одолеть даже более крупного зверя. Обитают ласки во всех уголках мира – и в тундре, и в тайге, и в степи. В северных краях ласки переодеваются на зиму в белые шубки. Тогда как их южные сестрички круглый год щеголяют в рыжих-коричневых нарядах. Не побоялись бы жить рядом с лаской. Во многих европейских странах ласка, поселившаяся вблизи человеческого жилья, считается символом счастья. Возможно, потому что она защищает крупу, овес и другие припасы от мышек и крыс. Ржавая кошка – самая маленькая дикая кошка в мире. Ее вполне можно принять за котенка. Но назвали ее так из-за расцветки. Темные бурые пятна на рыжей шерстке напоминают ржавчину на трубах и батареях. Зачем же маленькой кошечке нужны эти некрасивые пятна? Расцветка ржавой кошки помогает ей маскироваться. Прижавшись к дереву, она почти сливается с корой и тенью от листьев. Так что беспечные птицы, грызуны, жуки и лягушки могут не подозревать о затаившейся охотнице и о том, что скоро станут поздним ужином. Удивительный зверек – слоновый прыгунчик. Размером меньше папмпона на зимней шапке. И, конечно, не состоит в родстве со слонами. Разве что в очень дальнем. Настолько дальнем, что мы вряд ли найдем у этих животных общего предка. От слона слоновым прыгунчикам досталось не только название, но и подвижный гибкий хоботок, а также привычка спать стоя. Кто быстрее доберется до дома? Крохотный слоновый прыгунчик или мальчик на велосипеде? Прыгунчик – одно из самых быстрых животных на планете. Во всяком случае, в своей весовой категории. Он может развить скорость до 30 км в час. А это больше, чем средняя скорость езды на велосипеде. Игрунки, мармазетки, тамарины – экзотические обезьянки из Южной Америки. Эти малютки могут похвастаться пестрыми живописными нарядами и пышными прическами, роскошными усами или бакенбардами, которым позавидовал бы любой король или полководец. Рост карликовой игрунки от 11 до 15 см, не считая хвоста. Меньше, чем у большинства детских плюшевых игрушек. Удивительно, но эти малышки – настоящие приматы. Дальние родственники человека. Конечно, все вы слышали про кенгуру, коалу и вомбата. Однако природа Австралии богата и другими необычными животными. Например, там живет карликовый летучий кускус. Эта сумчатая малышка ростиком меньше 8 см, а вес не превышает 15 граммов, как 2 кубика сахара. По образу жизни, карликовый кускус напоминает белку-летягу. Умеет планировать с дерева на дерево, помогая себе хвостом. О, такого хвоста нет ни у одного животного. Покрытый жесткими длинными шерстинками, он похож на птичье перо. Таким хвостом удобно направлять полет и тормозить. Настоящий штурвал самолета! Эти удивительные и загадочные зверьки обитают в Австралии, стране сравнительно теплой и богатой экзотическими сладкими цветами, до которых кускусы – большие любители. Где в России можно встретить карликового кускуса? Поближе познакомиться с карликовыми кускусами можно в московском зоопарке. Крошечная бурозубка обитает в лесах России. И это один из самых прожорливых зверьков на планете. Он может съесть добычи в два раза больше своего веса. Это столько же, если бы вы съели за день 300 тарелок супа. Бурозубка принадлежит к семейству землероек, хотя, вопреки названию, землю они не роют. Крошечные бурозубки серого цвета. Животик у них светлый, носик длинный, а глазки крошечные. Ростом эти крохи всего-то 5 сантиметров. Что общего у бурозубок и поездов? Эти зверьки ходят гуськом. Впереди мама бурозубка. Затем, держась зубами за материнский хвост, идет первый детеныш. За его хвост цепляется второй. За хвост второго – третий. Как в вагончике у поезда. Свиноносые летучие мыши – одни из самых маленьких животных на Земле и, к тому же, из самых редких. Живут они в нескольких пещерах юго-запада Таиланда и больше нигде в мире не встречаются. Длина тела этих крошек всего 3 сантиметра, а вес тела – около 2 грамм. Откуда же появилось столь неблагозвучное название? От других летучих мышей эту крошку отличают не только скромные размеры, но и наличие пятачка. Ученые пока не знают, когда эти летучие мышки обзавелись поросячьим носиком, но точно знают зачем. Обоняние светоносых летучих мышей выше, чем у их летучих подружек с более компактными носами, что помогает мышкам-малышкам выслеживать добычу. Почетное первое место и звание самого маленького зверька на планете Земля получила карликовая многозубка или белозубка – животное из семейства землероек. Длина взрослой и многозубки от 3 до 5 сантиметров, а вес меньше 1,5 граммов. Крошечный ротик зверька полон острых зубов, которые помогают ловить и удерживать насекомых или ящерок. Где живут карликовые многозубки? Обитают эти крошечки во многих европейских странах и в Индии, Китае, Северной Африке, Казахстане и некоторых других регионах. Нередко многозубки селятся рядом с человеческим жильем, но они столь маленькие и тихие, что кажутся нам почти неуловимыми. Да что там говорить, даже ученые когда-то сомневались в существовании многозубок. Узнать больше о самых маленьких млекопитающих вы можете, посетив каковинку и почитав книгу Натальи Габеевой «Животные малютки». Редактор субтитров А.Семкин